Какой же праздник без зрелищных спортивных состязаний? 14.00 в хоккейной коробке стадиона стартовал чемпионат по кроссфиту. Этот вид спорта представляет собой круговую тренировку, где упражнения выполняются одно за другим без отдыха. Главное в кроссфите – это выносливость. Не каждый выдержит столь интенсивные нагрузки. Но силачей Верхнерайского района ничем не напугаешь. Бравые парни работали на пределе возможностей. И даже когда было невыносимо тяжело, они не сходили с дистанции. В соревнованиях приняли участие не только жители района, но и гости из других городов. Тренировали выносливость и представительницы прекрасного пола. Екатерина Майорова из Магнитогорска занимается пауэрлифтингом и смешанными единоборствами. Сегодня девушка решила внести разнообразие в свои тренировки и попробовать себя в кроссфите. Упражнение она выполнила с легкостью. Ну вообще я была готова к этому, я тренировалась очень долго. И в принципе все было нормально. Лучшие из лучших стали участниками показательных выступлений по кроссфиту у главной сцены. Сильные парни таскали холодильник, перебрасывали через перекладины тяжелые мешки, поднимали бревна и тянули автобус пассажирами. Возможно ли повторить все это без специальной подготовки? Оказывается, возможно. Организаторы предложили тысячу рублей тому, кто пройдет все испытания. В толпе зрителей нашелся богатырь из пасского поселения. Ваши аплодисменты, это очень интересно. Девочки, давай. Стой, стой, стой. Аплодисменты, друзья, нам вот не все. Это очень круто. Вот так вот. Вот так хорошенько. А мы еще вот эту штуку туда отнести. Аплодисменты, друзья, он это делает. Вот так вот. Вот так вот, друзья. На Руси еще есть богатыри. Все, стой, стой, стой. Как зовут? Игорь. Игорь. Игорь, его похлопаем. Игорь, стой, Игорь. Игорь, стой. Держи. Мы как бы договаривались. Все отлично. Это был Игорь. Награждение победителей проходило по весовым категориям. Первыми наградили девушек. Среди представительниц прекрасного пола победу одержала Екатерина Майорова, город Магнитогорск. В категории до 80 килограммов лучшим стал Максим Плотников, город Верхнеральск. В категории свыше 80 килограммов первое место у Артура Шарипова, город Училы. Артур участвует в соревнованиях по кроссфиту второй раз в жизни. По профессии он художник-преподаватель. По словам победителя, тренировками он практически не занимается. Времени не хватает. Кроссфит – это такое громкое название. Это тренировки советской армии, круговая тренировка. Так у нас в советской армии тренировали. Мне дядюшка рассказывал. После кроссфита настало время любителей турников и брусьев. С показательным выступлением на юбилей района приехали представители движения «Воркаут» из города Магнитогорска. С бурей эмоций прошли соревнования по перетягиванию каната. Состязались в этой забаве две команды – Верхнеральская и Магнитогорская. Со счетом 2-1 победили спортсмены из Верхнеральска. Еще одно зрелищное соревнование проходило возле городского Дома культуры. Правда, состязались там не в силе человеческих мышц, а в силе автомобильного звука. Участники автозвука демонстрировали качество и громкость своих аудиосистем. По команде ведущего водители авто включали магнитолы, стараясь выжать максимум своих ласточек. Специальный прибор фиксировал уровень децибел. Кто звучал громче, тот и оказался победителем. Три, два, один. Автозвук объединил любителей громкой музыки из Верхнеральска, Челябинска, Магнитогорска, Белорецка и других городов. Итоги подводили по классам. Бас, Бас-1, Седан, Анлим, СПЛ Фронт, Лоу Бас. Призеры соревнования получили памятные подарки и денежные премии.